Мы знаем, что террористы прибыли из Турции, по крайней мере двое террористов прибыли из Турции в Россию примерно 4 марта. Мы также знаем, что это основано на видеозаписи, которая была снята в их телефоны, что они провели рекогносцировку концертной площадки Крокус-Сити-Холл до предупреждения посольства США. В то время, поскольку это были предвыборные мероприятия, меры безопасности были очень строгими. Там было несколько уровней охраны, вооруженные до зубов люди. И я думаю, что эти террористы решили не выполнять свой план и подождать, пока безопасность не ослабнет. Но теперь мы должны задать вопрос, хорошо, а как же вы ждете? Я имею в виду, что если вы пришли с конкретной атакой, то опять же у этого есть так много аспектов. Во-первых, вскоре после атаки была опубликована фотография, которая была подхвачена медиа-сетью ИГИЛ. И на это важно обратить внимание, потому что, если центральное командование ИГИЛ публикует информацию о нападении, это означает, что ИГИЛ было известно об этом заранее. Но если их СМИ публикуют информацию, это означает, что они приписывают себе заслуги постфактум. После нападения была опубликована фотография, на которой видно, как эти четверо преступников присягают на верность флагу ИГИЛ. Их лица были размыты. Вот уже некоторое время я смотрю на ИГИЛ и Аль-Каиду, и когда публикуются видео или фотографии такого рода, лица никогда не видны. Размыто, потому что предполагается, что эти парни мертвы. Они должны быть мучениками. Тот факт, что их лица были размыты, означал, что они не стремились стать мучениками. И одна из причин, по которой они, возможно, не стремились бы стать мучениками, заключается в том, что они давали клятву левой рукой. Ни один мусульманин так не поступает. Они не были практикующими мусульманами. Эта фотография была инсценирована, чтобы создать впечатление причастности к ИГИЛ. Позволь мне дать еще один совет присутствующим здесь зрителям. У российских властей есть все телефоны. У них есть вся информация по этим телефонам. Из-за информации по этим телефонам в Москве были задержаны еще 11 человек. Это служба поддержки. Мы вернемся к этому через минуту. И благодаря информации, полученной по телефонам, Россия поделилась очень конкретной информацией с турецкими властями, которые сегодня утром арестовали 40 человек в Турции. Русские точно знают, что произошло, благодаря информации, полученной по телефонам. Русские знают, что эти люди общались с жителями Украины, чтобы открыть безопасный коридор для прохода. Это был настоящий север для этих террористов. Именно туда они собирались бежать. Они не были мучениками. На них не было жилетов-смертников. Эти люди намеревались выжить. Им заплатили за выполнение работы. И часть этой работы заключалась в том, чтобы создать впечатление, что они связаны с ИГИЛ. Но это было не так. Они не были боевиками ИГИЛ. И я думаю, что ты поймешь, когда турки начнут говорить об этих людях, которые были там, что все они были вырезаны. Это люди, которые думали, что они что-то делают с ИГИЛ, но в итоге все оказалось под контролем кого-то другого. И этот кто-то другой. Украинская разведка, поддерживаемая Центральным разведывательным управлением. Здесь повсюду отпечатки пальцев Украины в Соединенных Штатах. Здесь нет отпечатков пальцев ИГИЛ. Оружие, которое они используют. Артиллерия, которую они используют. Говорит ли это о чем-нибудь или это так просто? Я имею в виду, что ты инспектор по вооружениям. Может ли это быть легко для властей, которые расследуют что-то подобное, если они скажут, хорошо, это оружие пришло из нул, ты же знаешь. Ну, я имею в виду, что мы знаем, что по крайней мере одним из видов оружия был АК-12. Это оружие очень специфично для российских вооруженных сил. Это оружие, захваченное украинцами. Они гордятся этим оружием как трофеями. Мне было бы интересно узнать серийный номер этого оружия, его происхождение, куда оно исчезло и, возможно, кто им управлял. Ты знаешь, что двое парней, которые приехали из Турции, не привезли с собой оружие. Они сообщили о тайнике с оружием в Москве. Этот тайник был подготовлен двумя людьми, для которых они, два москвича и два таджика, жили в Москве. Вот что нужно знать людям, чтобы понять Соединенные Штаты, и у меня есть опыт в этом вопросе. Раньше я не работал на ЦРУ, но я сотрудничал с отделом специальных мероприятий, а именно с людьми, которые занимались этим, тайными операторами. Соединенными Штатами Великобритании, израильтяне во время пребывания в Ираке использовали курдское население Багдада для создания конспиративных квартир, сетей информаторов, для облегчения передвижения материального персонала и так далее. В Багдаде проживает большое количество курдов. Подавляющее большинство из них были лояльны иракскому правительству, но многие из них таковыми не являлись. И таким образом эти курды использовались как население, которое могло быть использовано морем, британцами и массадом для различных целей, включая отправку скрытых средств связи для отправки оружия, бомб, взрывчатые вещества и тому подобное. Соединенные Штаты уже некоторое время проводят кампанию, нацеленную на периферию России, на Южный Кавказ, Грузию, Армению, Азербайджан, пытаясь вызвать там беспорядки, чтобы привлечь на свою сторону местное население. Потому что особенность России в том, что она несет в себе наследие бывшего Советского Союза, а это значит, что в России уже есть большие грузинские общины, большие азербайджанские общины, большие армянские общины, которые считают себя частью России. Но многие из них сохраняют связь со своей формой или местами своего рождения. И эта связь используется иностранными разведывательными службами или разведывательными службами своих стран в гнусных целях. То же самое можно сказать о бывших советских республиках Центральной Азии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане. Соединенные Штаты активно вербуют людей из этих групп населения. Они используют приток иммигрантов в Россию для создания сообществ, которые разведывательное сообщество может использовать для различных целей. Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Украиной, чтобы сделать то же самое. Таким образом, Украина использовала прошлую практику Соединенных Штатов по созданию таких сообществ внутри России, которые симпатизируют Украине и которые могут быть использованы для различных целей. Мы снова и снова видели, как ФСБ, Российская служба безопасности, арестовывала людей по всей России, которые поддерживали связь с украинскими спецслужбами для совершения конкретных террористических актов, диверсий, сбора разведывательной информации и так далее. Так вот, теперь к нам заявились эти два террориста из Турции. Их встречают два таджика из Москвы. Это означает, что в Москве действует ячейка. А затем, поскольку они не могут совершить нападение из-за безопасности, эта ячейка позволяет им иметь место для проживания, дает им возможность добывать еду и продолжать выполнять свои обязанности. Разведка и работа в окрестностях Москвы, избегая обнаружения. Они растворяются в таджикской общине. И я не придираюсь к таджикам. Просто так все устроено. Это сообщество, которое подвержено эксплуатации, особенно если ты нелегал, находящийся в России без надлежащей регистрации. Таким образом, ты уже попал в сеть людей, которые самим своим существованием стремятся избежать разоблачения со стороны российских властей. А не потому, что они планируют террористические атаки, но только потому, что они не хотят, чтобы их вышвырнули из России. Значит, они действуют в серой зоне, вне поля зрения, в аламине, идеальном месте для создания такого рода безопасного убежища, такой сети. И вот они сидят там, затаившись, пока не придет время атаковать. И тогда они нападают. Они нападают, когда безопасность ослабевает. Я думаю, что у российских властей есть много-много вопросов, на которые им нужно ответить. Например, почему была снижена безопасность? Соединенные Штаты предупредили тебя об этом. В свое время ты обеспечивал безопасность этого сайта с помощью усиленных мер безопасности. Теперь это уже не так. Почему? Что заставило тебя принять такое решение? Почему ты так долго не отвечал? Я думаю, что возникает много вопросов о времени ответа и так далее. Это справедливые вопросы, но они не отменяют того факта, что это нападение было совершено не ИГИЛ. ИГИЛ заявила об этом нападении после того, как этот факт стал частью истории прикрытия. Опять же, у них есть телефоны. Это русский. Я просто говорю тебе прямо сейчас, что русские знают все. Ты же знаешь, что такие люди, как я, сейчас пытаются собрать информацию по кусочкам и сложить ее воедино. У русских эта головоломка уже сложилась. У них есть телефоны. Они прослушивают разговоры. Они все отследили. Они знают все. Вот как быстро это работает. Просто хочу напомнить, что ты знаешь Эвана Гершковица, журналиста Wall Street Journal, который был арестован в Екатеринбурге, и Wall Street Journal говорит, «О нет, он был журналистом. А русские считают, что я им не был. Русские знают все. У них есть вся необходимая информация. Тот факт, что они не делают это достоянием общественности, означает, что это не Соединенные Штаты сливают прессе каждую секретную информацию. Русские не заботятся о том, чтобы информировать людей о том, что им известно. Они заботятся только об их безопасности. Русские знают все. Они знают, кто спланировал это нападение. Это украинцы, и именно поэтому во время вчерашней атаки были поражены очень конкретные цели в Киеве, связанные с этим. В том числе одна, о которой люди ломают голову, спрашивая себя, почему они уничтожили этот бывший объект гражданской обороны. Потому что это уже не бывший объект гражданской обороны. Это была штаб-квартира украинской разведки, которая вела целенаправленную нерегулярную войну, нетрадиционные боевые действия, партизанскую войну, терроризм внутри России. Русские знают все. У них есть телефоны, и телефоны раскрывают все. Скотт, у меня к тебе вопрос. Есть ли какие-то сдержки и противовесы? Ну, ты понимаешь, когда артиллерия поступает на вооружение, а оружие поступает на Украину. Я имею в виду, попадает ли это в конечном итоге на черный рынок, который затем продается террористическим организациям. Так ли это на самом деле? Это работает или нет? Я бы не сказал, что это артиллерия, а не тяжелое вооружение. То, что попадает на черный рынок, может поместиться на заднем сидении в багажнике автомобиля, ракеты «Джавелин» на четыре ракеты. Ну, вы знаете оружие такого рода. Противотанковое оружие, ракеты «Стингер», зенитные ракеты, пулеметы, автоматические винтовки, пистолеты, гранаты, мины, минометы. Это оружие используется в конфликтах низкой интенсивности. Это именно то оружие, которое нужно террористическим организациям или группам боевиков. Танки не сбрасываются со спины и не появляются на черном рынке. F-16s не сбрасываются со спины и не появляются на черном рынке. Но это те вещи, которые кладут в багажник автомобиля, те вещи, которые, знаете ли, когда они разгружают грузовик, у вас появляются три Мерседеса, БМВ или Ауди. И вот они выскакивают из багажника и говорят, один для украинской армии, один для тебя, один для украинской армии, два для тебя, один для украинской армии, один для тебя. А потом деньги переходят из рук в руки. И потом, ты знаешь, при большом количестве наличных, мне было бы очень легко, если бы я руководил этой операцией, отчитаться, понимаешь, да, нас сбил грузовик. Понимаешь, мы переезжали, мы перевозили оборудование в Бахмут, и по нам ударила российская артиллерия, и мы потеряли три грузовика, а следующее оборудование было уничтожено. Возможно, часть этого оборудования была уничтожена на законных основаниях, но я гарантирую тебе, что он сидит там с листком бумаги в кармане. И в следующий раз, когда произойдет нападение, он добавит этот грузовик с оборудованием, которое было уничтожено. А теперь эти глупые американцы приходят и уходят, и как ты это объясняешь? Ну что же, мы были на войне, и они взорвали тот грузовик и использовали это вещество, а у американцев нет возможности это проверить. Нет никакой возможности это проверить. И мы на этом уедем. А тем временем по всему миру оружие появляется там, где его не должно быть. Итак, нам известна некоторая информация об этой организации, о том, что они делали, или, я думаю, об этой группе террористов. Но я имею в виду, что нужно сделать, чтобы провернуть что-то подобное. Хорошо и так оружие, как оно взаимодействует между собой. Они взаимодействуют с приложениями, которые пытаются, ну знаешь, зашифровать. Я имею в виду, как можно собрать что-то подобное вместе. Ну, я имею в виду, что мы могли бы просто вспомнить прошлую практику. ЦРУ признала, что оно использует Телеграм для скрытого общения. Они также используют Gmail, и это тоже признают. И когда Райан Фогель, агент ЦРУ или офицер, работающий под дипломатическим прикрытием в посольстве США, был арестован, я думаю, в 2014 году. У него было письмо, в котором, по сути, рассказывалось парню, что они пытаются завербовать, как получить адрес Gmail, как туда попасть и какие процедуры использовать. Вы открываете этот адрес и вводите свой отчет, но не отправляете его. Это потому, что у оператора CI также есть учетные данные для входа в систему. И вот он просто заходит и смотрит на письмо, которое ты открываешь. На самом деле оно никогда не передавалось по каналам, которые можно было бы перехватить, а потом он отвечает тебе, и тогда ты открываешь его и читаешь его ответ. Но ты его не отправляешь, оно просто есть. Все дело в букве, которая это делает. Это один из способов, которым они это делают. Другой способ — это Телеграма. В Телеграме есть довольно приличное шифрование, которое позволяет, по крайней мере, на короткое время обеспечить безопасную связь. Но проблема в том, что все сообщения перехватываются в определенный момент времени. Телеграм захвачен русскими. И когда они получают ваши телефоны, просматривают ваши телефонные журналы и возвращаются, они могут взять эту информацию, расшифровать ее и начать действовать. И если это так, если они подозревают вас в том, что вы общаетесь, они могут, у них есть возможность проникнуть в систему и следить за своими сообщениями в режиме реального времени. Вы можете подумать, что они зашифрованы, но это не так. Но вы пользуетесь платформой социальных сетей. Ключевая вещь в современных коммуникациях заключается в том, что если вы не обладаете исключительно изощренностью, то можете делиться информацией такого уровня только с высококвалифицированным персоналом, которому вы доверяете, который знает хорошие операционные процедуры и прочее. Конечно, существуют секретные способы общения. Мне не нужно вдаваться в подробности. Во-первых, я не знаю, потому что долгое время не был вовлечен в этот бизнес. Но я могу сказать тебе, что, возвращаясь к прошлому, у ЦРУ всегда были тайные средства связи внутри ЦРУ, которые работали, но они не идеальны. Я приведу тебе пример. В 2003 году ЦРУ похитило египетского священнослужителя из Италии. Они думали, что он был членом Аль-Каиды. Поэтому они отправились туда, ударили их по голове и забрали его, и он отправился в Египет, а затем в Гуантанамо или куда там его отправили. И предполагалось, что это будет секретная операция. То есть никто не должен об этом знать. Но только потому, что они глупы. Это же ЦРУ. Это даже не вырезки. Они не скрывали своих следов, и итальянцы внезапно получили номера телефонов, отправились на вышки сотовой связи и смогли восстановить всю коммуникационную цепочку, связанную с этим. С кем они общались, и почему и вдруг начальник резидентуры ЦРУ, который делает телефонные звонки и принимает их, вынужден покинуть страну вместе со всем персоналом резидентуры ЦРУ в Риме. Они ушли, а итальянцы опубликовали имена 20 агентов ЦРУ и заявили, что у нас есть ордера на их арест, потому что они нарушили закон. Это ЦРУ, работающая по каналам ЦРУ. Так что всегда есть промахи и ошибки. Но здесь, в чем-то подобном, прежде всего нужно придумать историю прикрытия. Прежде чем разрабатывать план коммуникации, нужно создать условия для отрицания. Таким образом, ИГИЛ — это и есть возможность отрицания. Это прикрытие. Итак, ты занимаешься целым рядом вещей. Во-первых, ты должен сказать, хорошо, если русские переделают это, что они и сделают, потому что мы знаем, насколько они хороши, мы хотим, чтобы они это сделали. Но мы не хотим, чтобы это указывало на Украину. Мы хотим, чтобы это указывало на что-то другое. За исключением того, что ты отправил их в Украину за планом побега. Это был неудачный шаг, потому что они говорят по телефону с людьми в Украине, что мы уже в пути, открываем границу, и они открывают границу, а потом их ловят. Это был плохой ход со стороны того, кто планировал эту операцию. Но суть в том, что эти ребята рассказывают, например, о двух парнях, которые переехали из Турции в Москву. Они рассказывают о том, как они общались с кем-то в Телеграм, ну, знаете, с имамом или помощником имама. Они никогда не встречались с этим парнем. Это просто онлайн-рекрутинг, именно так работает ЦРУ, именно так работают многие люди. ИГИЛ — это не так уж и много. Я вижу, ИГИЛ знает, что ЦРУ или разведывательная служба США проникли в их социальные сети. Так что примерно с 2017 по 1819 год ИГИЛ изменила способ ведения бизнеса и больше не использует социальные сети таким образом. Но ЦРУ, узнав о том, как работает ИГИЛ, может использовать в своих интересах обманутых людей, и поэтому они начинают вербовать новых сотрудников. Те двое парней, которые отправились в Москву, не знают, что они работают на ЦРУ. Возможно, они даже не знают, что работают на украинцев. Мы должны выяснить, кто звонил по телефону. Они просто хотели прокатиться. Их работа заключается в том, чтобы заходить внутрь и стрелять в людей, перерезать глотки и сжигать все дотла. Но знаешь, сейчас они сидят в машине, которая движется в сторону украинской границы, и ребята, которые работали в Москве, знают, на кого они работали. Они знают, кто у них на связи. Они знают, кто намазывал им хлеб маслом, и именно они звонят в службу поддержки Украины. Но вся эта история с ИГИЛ была придумана как дымовая завеса, чтобы отвлечь внимание. Сразу после нападения эта фотография появилась в интернете. Откуда она была опубликована? Ну что же, русские знают, что она была опубликована с одного из телефонов террористов, потому что они сделали снимок, а затем опубликовали его. Или они сделали снимок и отправили его кому-то, кто разместил его для них. Но ведь он был создан именно для этого. А потом они выпустили видео. Помнишь видео, на котором они стреляли в людей, перерезая им глотки? Они сняли это на видео. Это не чья-то фотография. Они сняли то, что выложили в сеть. Когда они это опубликовали? Они выложили это, когда ехали в Украину на машине. Русские сказали, что мы знаем об этой машине. Мы узнали об этом, когда она выехала из Москвы. Мы следили за ней. Мы прослушивали телефонные разговоры, пока они ехали в Украину. Мы вели наблюдение. Вот почему сразу после ареста этих четырех парней в Москве были арестованы 11 человек, потому что они контактировали со всеми подряд. Эй, прибери здесь, приведи в порядок конспиративную квартиру, сожги одежду, сделай вот это. А русские говорят нет. У русских есть конспиративная квартира. Я видел ее фотографии. Они захватили конспиративную квартиру. Они отключили сеть, и эти люди поют как канарейки, а русские знают все. ЦРУ все это подстроило, или я хочу сказать, что это подстроили украинцы. ЦРУ обучало Украину этим методом. Итак, с 2014 по 2022 год, ЦРУ работало с украинцем Будановым, который является нынешним главой ГУР. Военная разведка проходила специальную подготовку в ЦРУ. Это центр специальной деятельности. Это тайные агенты, ребята, с которыми я когда-то работал. Они обучают его ведению нерегулярных боевых действий. Вот что значит терроризм. Нерегулярные боевые действия означают, что ты находишься в тылу врага, взрываешь мосты, атакуешь цели, срываешь выборы и так далее. Эта атака была направлена на то, чтобы сорвать выборы, выборы в России. Изначально планировалось, что это произойдет до выборов, чтобы вызвать беспорядки и помешать россиянам прийти на выборы и проголосовать. Но служба безопасности заблокировала это, так что это произошло позже, но это было сделано для того, чтобы сорвать выборы. Это нерегулярная война. Это нетрадиционная война. Именно этому наземное отделение Центра специальных операций ЦРУ обучало украинцев, и украинцы проводили такого рода действия на протяжении всего периода войны. Диверсионные миссии на дальние расстояния, взрывы поездов здесь, там и везде. Это все действия Украины, подготовленные ЦРУ. Теперь то, что украинцы сделали здесь, стало еще одним шагом вперед, и ЦРУ, возможно, не знала об этом, возможно, не осознавала. Но когда вы создаете монстра Франкенштейна, а затем монстр вырывается на свободу и начинает бесчинствовать в городе, ответственность ложится на вас. Мы создали этого монстра. Мы, США, практически признали это. Я имею в виду, что Нью-Йорк Таймс опубликовала статьи об этом, в которых ЦРУ как бы хвастается. Просто удивительно, как они хвастаются этим, когда дела идут хорошо, но прямо сейчас они будут держать себя в руках. Но ЦРУ создала этот потенциал на территории Украины. Тот факт, что Украина использует этот потенциал, показывает уровень отчаяния, потому что люди говорят, ну зачем Украине это нужно? Чтобы сделать это, давайте внесем ясность. Украина проигрывает эту войну, она проиграла эту войну. Единственный шанс, который есть у Украины на победу в этой войне и на то, что победа означает выживание, это заставить Россию слишком остро отреагировать. Вот почему Украина продолжает взрывать нефтеперерабатывающие заводы, атаковать Белград, вторгаться в страну. Пока мы говорим, за вторжением в Россию стоит ЦРУ. Те русские националистические группировки, которые работают на украинскую разведку, обучены, оснащены и направляются ЦРУ. Откуда нам знать? Ну что же, американским военным запрещено прикасаться к ним, и все же у них есть два Брэдли. Мальчик, кто обучал их обращаться с двумя Брэдли-ма-ольчиками Ма-Брэдли? Кто дал им два Брэдли-ма-Брэдли-ма-Брэдли-ма? Это называется наземный филиал Центра специальных операций ЦРУ. Вот кто этим занимается. Так что мы знаем, что они еще не перешли черту, вторгаясь в Россию, потому что они вторгаются в Россию прямо сейчас. Мы знаем, что они еще не перешли черту, осуществляя стратегические атаки на российские нефтебазы в глубине страны. Эти атаки планируются в Ленгли людьми, которые смотрят на всю энергетическую инфраструктуру России и говорят, как мы можем причинить вред русским, чтобы нарушить не только работу российской энергетической инфраструктуры, военные усилия, но для того, чтобы подорвать их экономически, нарушив экспорт в другие страны. Это очень целенаправленная кампания. У Украины не хватает для этого опыта. Это делают США, это делают британцы, и мы предоставляем им необходимую информацию. Мы предоставляем им разведывательную информацию, чтобы они могли использовать свои беспилотники для прорыва в российской противовоздушной обороне и достижения целей. Мы делаем это, и мы уже делали это, и вдруг мы должны сказать, о, но мы подводим черту под кампанией по убийству русских в Крокус-Сити. Холл. Нет, у ЦРУ есть миссия, опять же центр специальных операций. У них есть специальное подразделение по политическим действиям, задачей которого является осуществление государственного переворота с целью срыва выборов. Это один из принципов ЦРУ, который участвует в срыве выборов в России с 2004 года и продолжает это делать по сей день. У ЦРУ есть активный план. Навальный был частью этого плана, люди. Бинг. Так что рано или поздно лампочка должна погаснуть. Таким образом, это нападение было частью кампании по срыву выборов. Единственный вопрос в том, сами ли украинцы пошли на это, или в этом было замешано ЦРУ. И я думаю, что в конце концов русские тоже это поймут, потому что именно здесь США допустили ошибку. У них были разведанные, которые они обнародовали и которые идентифицировали ИГИЛ как преступника. Они сразу же заявили, что Украина не имеет к этому никакого отношения. Это говорит о том, что они знают гораздо больше, чем говорят. И возможно, они высказались слишком рано. Они слишком сильно стремятся скрыть это. И я думаю, что очень скоро русские постучат в дверь и скажут, мы точно знаем, что ты сделал. Мы точно знаем, кто это сделал. И за это тебе придется жестоко поплатиться. У Скотта есть вопрос по поводу мобильных устройств. Я действительно разговаривал с джентльменом, который, как мне кажется, раньше работал в сфере мобильности. Кем он был, назовем его так, его должность была в отделе исследований и разработок. И он рассказывал мне, что мобильные устройства намеренно разряжают батарею до нуля, что, скажем, приводит к разрядке телефона. Но на самом деле от батареи осталось бы от 8 до 10%, которые будут подавать сигналы, даже если вы думаете, что ваш телефон выключен. Он все равно будет взаимодействовать с сетями. И даже тогда, когда вы подключаете некоторые из этих старых мобильных телефонов и вынимаете аккумулятор, у них все равно остается маленькая батарейка для питания системы. Я имею в виду, каким образом русским удалось получить часть информации из телефона, чтобы кто-то из этих парней мог сказать, «Окей, ты знаешь, мы собираемся заблокировать его на экране». Тебе нужен судебный ордер или в России есть другой способ быстрее вытянуть информацию из этих парней? Я почти уверен, что у русских нет таких же конституционных ограничений, как у Соединенных Штатов. Но давайте внесем ясность. Соединенные Штаты не заботятся о конституционных ограничениях. ФБР, ЦРУ, АнП, Служба национальной безопасности, они делают все, что им заблагорассудится. А потом они идут и пытаются скрыть это судебными постановлениями, ордерами на арест и всем прочим. Так что мы делаем то же самое, что и русские, то есть ведем постоянную слежку. Мы знаем, что русские искали сотовый телефон в центре и нашли его. Они его изъяли. Они обошли всех и забрали мобильные телефоны, чтобы убедиться, что они принадлежат им. Но они нашли только один мобильный телефон, и этот мобильный телефон позволил им сразу же установить, кому они звонят, и выйти на связь. Кроме того, у русских есть возможность отслеживать мобильные телефоны. Не мое дело рассуждать о том, как это работает. Но любой, кто знаком с этим, знает, как это делается. Вышки сотовой связи и русские отслеживали этих парней, и они отслеживали их связь в режиме реального времени. И это просто... Знаешь, я бы сказал так, если у тебя есть сотовый телефон, то и у меня есть сотовый телефон. Я просто предполагаю, что за мной следят каждые два дня, что все, что я говорю и делаю по мобильному телефону, отслеживается правительством США, правительством России, китайским правительством, канадским правительством, любым другим правительством. И мне все равно, потому что я не делаю ничего, что нарушало бы закон. Прямо сейчас я нахожусь на том этапе, когда если вы, ребята, хотите знать, что я ищу в Google, то вот он. Он ваш. Попробуйте. Если вы хотите знать, с кем я разговариваю, то он прямо здесь. Я больше не занимаюсь секретной связью, а если бы и занимался, то уж точно не стал бы этого делать по этому телефону. Ты же знаешь, что есть другие способы общения, которые меня не касаются. Ты отдаешь это себе, я дарю это тебе. Когда я в последний раз ездил в Россию, я взял с собой так называемую клетку Фарадея. Так вот, я не знаю, что здесь только что произошло. Да, я тебя слышу. Я задал тебе вопрос на заднем плане. Будут ли какие-то вопросы о том, предотвратили ли они эту атаку раз и навсегда? Или за этим кроется что-то еще? Я думаю, что у украинской разведывательной службы есть план компании, направленный на то, чтобы посеять хаос в России. Я думаю, что США теперь осознают, что украинцы стали изгоями и делают все возможное, чтобы затормозить это. Было несколько встреч, вы знаете, были предположения о характере встреч между послом США и украинцами. Но так называемые информированные источники утверждают, что целью этих встреч было сказать украинцам, чтобы они отступили. Что это неприемлемо, и Соединенные Штаты не поддержат это. Но я не думаю, что украинцам сейчас есть до этого дело. Я думаю, они чувствуют себя преданными Соединенными Штатами. Они чувствуют себя преданными НАТО. Они чувствуют себя преданными Западом. И я думаю, что, знаешь, это их вариант сэмпсоновского варианта, означающий, что если они пойдут ко дну, то заберут с собой столько же. И я не удивлюсь, если в работах украинцев есть дополнительные операции такого рода. И что будет интересно, так это если Соединенные Штаты, ну вы понимаете, потому что мы явно осведомлены об этом. Мы создали все заново, мы создали Франкенштейна. Так что мы знаем, мы знаем, как работает Франкенштейн. Собираются ли Соединенные Штаты, ну вы понимаете, начать передавать информацию русским, чтобы русские могли предотвратить некоторые из этих атак. Потому что Соединенные Штаты знают, что последует ответный удар. Я имею в виду, что вы не можете совершить подобную акцию. Вы не можете быть вовлечены в подобную акцию внутри России и не иметь никаких последствий, особенно если русские узнают об этом. Это невозможно. Я имею в виду, Скотт, мы постоянно возвращаемся к Украине и говорим, окей, посмотри на это, они стоят за этим. У нас есть информация для этого. Но что на самом деле можно сделать? Я имею в виду, что вчера я видел Оленского на его странице в ТикТок, и этот парень выглядел совершенно опустошенным. Я имею в виду, что он был похож на парня, который находился под яркой камерой в комнате со столом. Он выглядел так, словно у него не было друзей во всем мире. Он выглядел чертовски напуганным. Слова слетали с его губ, он просто бормотал их. Неужели этот парень действительно теперь все понимает? Ну типа, ладно, знаешь, это было нормально, прилететь, повидаться с тобой в Киев. Это было круто. Но сейчас он что, ходячий мертвец? Я думаю, так оно и есть. Я думаю, что русские дали заверение Зеленскому через различных посредников, и действительно русские дали заверение всем сторонникам Зеленского, что они не будут нацеливаться на руководство. Именно поэтому люди чувствовали себя в безопасности, прилетая в Киев. Еще раз, я просто хочу указать на цели, которые были поражены прошлой ночью ракетами Циркон, а не ракетами Кинжал. Посмотри на их точность. Они уничтожили конкретный жилой комплекс, ведущий к соседним зданиям, не тронув его. Здание, которое они уничтожили, было бывшим объектом гражданской обороны, который был переоборудован для использования украинской разведкой для проведения подобных тайных операций против русских. Русские уничтожили его. Это означает, что у них есть конкретная информация, у них есть конкретные знания. Русские могли совершить покушение на Зеленского и не могут совершить его в любой момент, но они могут сделать то же самое с Будановым. И они могут сделать то же самое с любой иностранной делегацией, которая приезжает в Киев. Русские до сих пор этого не сделали, потому что это специальная военная операция, а не война. Но из-за того, что произошло в Москве, нападение на Крокус Сити Холл, я думаю, что перчатки сняты. И я думаю, что совершенно ясно, что дни Зеленского сочтены, дни Буданова сочтены. Дни любого, кто хоть отдаленно связан с этим нападением, сочтены. Путин ясно дал понять, что за тобой будут охотиться, и ты будешь убит. Не имеет значения, какой ты национальности. Не имеет значения, где ты живешь. Я бы не хотел, я бы не хотел быть офицером ЦРУ, чьи имена указаны в украинских документах о подготовке. Эти люди помогают нам в этом, потому что у русских длинные руки, и они терпеливы. И да, но если Зеленский такое есть, я думаю, что теперь он знает. Я думаю, что американский посол проинформировал его о том, что из-за этого он потерял свой зонтик защиты, и что знаешь, желаю удачи. Вчера мы слышали выступление Кирби. Я имею в виду, какую обновленную информацию он собирается получить. Потому что он выглядел очень подавленным, когда мы вывели комментарий Шэньчжоу на экран. У него было бы четкое представление о том, что происходит, или ну, вы понимаете. Кирби пропагандист. Он, знаете ли, информационный воин. Он хорош ровно настолько, насколько хороша информация, которую он получает от людей, которые предоставляют ему только ту информацию, которую они хотят, чтобы он имел. Он не знает, например, о тайных операциях ЦРУ, если только эти тайные операции не обсуждаются в форме, в которой Соединенным Штатам поручено раскручивать. В этом случае у него будут периферийные знания, но не детальные. Я думаю, давай я сформулирую это так. Я разговаривал с журналистом, который часто общается с Кирби, и Кирби знает, что то, что он говорит, часто является ложью, потому что его обвиняли в этом. Но у него, знаешь ли, есть работа, которую он должен выполнять. Но Кирби также ясно дает понять, что есть много вещей, о которых он просто не знает. Есть много вещей, о которых он просто не хочет знать. Так что, когда он выступает вперед и крутится, его вина только в том, что он крутится, а не лжет. Ты знаешь, таким образом Кирби понимает, что находится в очень трудной ситуации. И ты можешь видеть, какой дискомфорт он иногда испытывает, отвечая на вопросы, которые он, но ты понимаешь, что он знает, что есть просто здесь нет хорошего ответа. И он не хочет лгать, но ему нужно что-то сказать, чтобы сбить людей со следа. У него есть работа, которую он должен выполнить. Но я не думаю, что Кирби уже принят. Во-первых, ЦРУ не сообщит Кирби, что за всем этим стояли мы, или что мы обучали этих парней. То, что ему расскажут, это история прикрытия. Я уже достаточно долго играю в эту игру, чтобы понимать, когда ему скармливают историю прикрытия. В этом и заключается проблема того, чтобы быть умным человеком. И независимо от того, что я думаю о мистере Кирби, он явно умный человек, который играл в эту игру достаточно долго, чтобы знать модели поведения, чтобы знать, что это за игра, в которую играют. И он знает, что его работа прямо сейчас заключается в том, чтобы придумать легенду для прикрытия. Он знает, что его работа прямо сейчас заключается в том, чтобы прикрывать правду. И это заставляет его чувствовать себя неуютно, потому что он также знает, что покрывает убийство. И это очень важно, ведь одно дело — скрыть разрушение трубопровода «Северный поток-2». Никто не погиб. Совсем другое — скрыть террористическую атаку против ни в чем не повинных гражданских лиц в государстве, обладающем ядерным оружием, которое вы считаете противником. Потому что это ведет нас вниз. Это путь потенциального прямого конфликта. И это означает ядерную войну. И это означает, что мы все умрем. Скотт, последний вопрос на сегодня. Я знаю, что через пять минут у тебя начнется другая программа, так что я постараюсь побыстрее. Каким будет следующий шаг России отсюда? Ну что же, я собираюсь участвовать в программе, если ЦРУ мне позволит. Так что, возможно, они уже отследили этот ноутбук прямо сейчас. И кто знает, может быть, он отключится раньше. Не говори так, чувак. Не говори так. Я просто подумал, что это было забавно, то, о чем мы говорили. Это было внутри. Через несколько секунд я посмотрю повтор. Потому что через несколько секунд мы увидели, как ты упал. Да, Господи Иисусе. Продолжай, сэр. Нет, так что повтори вопрос еще раз. Что дальше? Вопрос снова был в следующем. Знаешь, в эти выходные мы были свидетелями того, как вчера произошли некоторые действия с некоторыми целями на территории Украины. Но ты же знаешь, что следующий шаг России здесь. А каков план Путина? Россия закрывает Украину. Мы видели, что, похоже, они атакуют цели, на которые никогда раньше не нападали. Ты знаешь, что на Украине есть подземные хранилища газа, и Россия их уничтожает. Россия выводит из строя терминалы, откуда поступает газ. Россия закрывает Украину. Они подрывают возможности производства электроэнергии. Карков – черный город, и они не знают, когда возобновят работу. Они выводят из строя системы противовоздушной обороны. Ты знаешь, что расходовать их было не в интересах России. Потому что многие из них, если присмотреться, являются системами патриот вокруг Киева. Они предназначены для защиты стратегических целей, в поражении которых русские не заинтересованы и не были заинтересованы в прошлом. И поэтому их туда пускают. Теперь, когда вы выводите патриотов и пытаетесь переместить их в передовую зону, чтобы начать сбивать российские самолеты, русские их уничтожают. Но системы вокруг Киева, вы знаете, Россия, в интересах России посылать волну за волной по 10 долларов в ноль, беспилотные летательные аппараты «Гераль», чтобы патриот мог запустить ракету на перехват стоимостью в 10 миллионов долларов. В России все выглядит так, будто мы будем играть в эту игру весь день напролет. Именно этим они и занимаются. Банкротство Украины приводит к тому, что у нас заканчиваются боеприпасы. Но теперь, когда Россия начинает наносить удары по конкретным объектам, центрам принятия решений в Киеве, обратите внимание, что прошлой ночью они также вывезли две системы патриот. И я думаю, что они собираются превратить жизнь Киева в сущий ад. Русские никогда намеренно не нападут на мирных жителей. Но вы заметили, что ни одна из целей, по которым они нанесли удар прошлой ночью, не была гражданскими объектами. Это не значит, что не будет сопутствующего ущерба со стороны гражданского населения, что некоторые гражданские лица могут пострадать. Это война. Но Россия не собирается наносить удары по жилым комплексам, торговым центрам, концертным залам. Россия будет наносить удары по целям, которые напрямую связаны со стратегическим сравнением. В прошлом это были цели, связанные с материально-технической поддержкой, которую Украина получала от Запада. Но теперь, когда Украина была разоблачена как страна, вовлеченная в планирование террористических акций внутри России, Россия начнет уничтожать цели, связанные с этим. Я думаю, вы увидите совершенно новый уровень целенаправленности русских, гораздо более серьезную игру. И я думаю, вы увидите стремительный упадок Украины как политического и социального государства. И этот упадок будет соответствовать тому, что происходит на поле боя с украинские военные. Мы наблюдаем приближение полного краха Украины, и они сами навлекли это на себя. Обычно я испытываю большое сочувствие и до сих пор испытываю симпатию к гражданским лицам, но у меня нет симпатии ни к одному украинцу, который носит красно-черное. Не к любому украинцу, который купился на это или был вовлечен в это. Молчать перед лицом идеологии Степана Бандеры. Вы сами навлекли это на себя. Знаете, вы сеете ветер, а пожинаете бурю, и торнадо приближается прямо сейчас.